Прожиточный минимум – это величина дохода, от которой зависит материальный уровень жизни человека. У него входит стоимость основной потребительской корзины, а также ежемесячные платежи и сборы. С 1 января 2019 года для пенсионеров он составит 8568 рублей. Величина относится только к неработающим людям. Стоит отметить, что это не те деньги, которые человек получает на руки, а суммы трех величин – пенсии, льгот и наличие инвалидности. Если их сумма меньше прожиточного минимума, то из федерального бюджета выплатят разницу. В большей мере это получатели пенсии по случаю потери кормильца. Это несовершеннолетние дети, так называемые иждивенцы, или совершеннолетние дети, которые обучаются, имеют право получать социальную или страховую пенсию по случаю потерь кормильца. И в большей мере их пенсии доводятся до уровня федеральной социальной доплаты региона. В прошиточный минимум входят продукты, средства личной гигиены, коммунальные услуги, верхняя и повседневная одежда, обувь и другое. При этом в расчет берутся самые дешевые материалы, а их объем часто не соответствует действительности. Для примера возьмем транспортные расходы. В прожиточный минимум заложена стоимость 150 поездок в год. Эту сумму нужно разделить на 12 месяцев и еще на 2, ведь нужно доехать до места и вернуться обратно. Получаем всего 6 поездок в месяц. Интересен и другой пункт – медицинские препараты. В прожиточный минимум заложены только 5 упаковок бинтов, 5 килограмм ватты, 5 упаковок валидола или валерьянки, 2 флакона антисептика, витамины и препараты от ОРВИ. Остальное не предусмотрено. Лекарства покупаем, которые действительно нужны. Врачи назначают, конечно, иногда такие цены, там лекарства очень дорогие. Иногда даже стараешься что-то основное, что именно эффективное купить, а уже не все подряд, потому что иногда не позволяет просто-напросто в финансовом отношении. Лекарства очень много покупаем. У меня операция была в глазу, глазные капли очень дорогие. Ну, в пределах, знаете сколько, две, ну, около трех тысяч уходит на лекарства, если по-хорошему. Для мозгового кровообращения лекарства очень дорогие. Как правило, это за тысячу. Стоит отметить, что пенсионный фонд является лишь исполнителем, а расчетом и установлением прожиточного минимума занимается Министерство труда Рязанской области. Ранее это относилось к полномочиям регионального правительства. В 2019 году сумма минимума выросла на 75 рублей.